Нурсултан Назарбаев больше не будет возглавлять Ассамблею народа Казахстана. Его кресло займет Касамжумар Тукаев. Об этом Ельбасе заявил во время 29-й сессии АНК. Однако покидать организацию он не будет. Касамжумар Тукаев предложил остаться первому президенту почетным председателем. И он согласился. Словом Назарбаева Тукаев уже доказал, что может быть достойным преемником. А самому Ельбасе, цитата, хочется двигаться дальше. О других ключевых заявлениях готова рассказать Жанна Алпызбаева. Жанна, приветствую. Было сказано много интересного. Да, Эльвира, Нурсултан Назарбаев сегодня много вспоминал с начала 90-х. Из чего начинал Казахстан. Ассамблея, напомню, тоже появилась почти сразу после обретения независимости в 1995 году. Пост председателя принадлежал Ельбасе пожизненно. Теперь свое кресло он отдает Касамжумар Тукаеву. Сегодня я хочу двигаться дальше. Это тоже для меня серьезный шаг. Эмоциональный он для меня, так как с 1995 года я стоял у стоков создания ассамблеи, возглавлял ее работу. Мы с вами прошли непростой путь. Я решил передать мое право возглавлять ассамблею народа президенту Касамжумар Тукаеву. На повестке не только межнациональное единство, но и благополучие страны в целом. Последнее, не в последнюю очередь, зависит от решения бытовых вопросов, например, дороги. По словам Назарбаева, сегодня у казахстанцев есть возможность ездить по трассам, в то время как их отцы и деды видели только кочки. Высказался Ельбасе и о бедности, которую особенно хорошо помнят в 90-х. С тех пор ВВП вырос в 10 раз, и сегодня ситуация сопоставима с бедностью в любой другой стране. Доходы населения, по его словам, выросли в 9 раз. Однако он знает, что есть недовольные граждане, которым до сих пор чего-то не хватает, не устроились. И им всячески будут стараться помочь решить проблемы. Упоминалась в речи Нурсултана Назарбаева и оппозиция. Стабильность и единство, которые, собственно, и были заявлены сегодня ключевыми темами, помогут казахстанцам противостоять всем внешним угрозам. В том числе и тем, что намеренно транслируются через такие ресурсы, как Телеграм и Инстаграм. Отметил Назарбаев. Мы не должны дать возможность расшатать устои государственного общества. Извини, это задача государства, но и задача каждого гражданина. К примеру, нынешние цифровые возможности приведут к мгновенному распространению информации о всех резонансных событиях. Они стали вмешиваться в внутренние дела государства. Кстати, полную версию онлайн-заседания 29-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, темой которой является «30 лет единства, мира и согласия». Вы сможете посмотреть сразу после новостей на телеканале Атамиген Бизнес в 21.30. У меня же на этом все. Эльвира. Благодарю, Жанна.